МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь наступил вечер рабочего понедельника, а значит, на главном телеканале Якутии. Еженедельная информационно-аналитическая авторская программа считаю важной программой, в которой мы так или иначе опровергаем пословицу «Утро вечера мудренее». Сегодня 22 мая, и хочу поздравить всех с наступлением лета, с Николиным днем. Надеюсь, что у всех уже приготовлен праздничный стол. И сразу начну с эпиграфа к сегодняшнему выпуску. Михаил Жванецкий. Надо жить. Двоеточие. Безопасно, лечебно, образованно, тепло, удобно и с кем хочешь. И что-то получится. Речь сегодня пойдет о двух составляющих по Жванецкому. Или, если хотите, о двух компетенциях. Учебной и лечебной. Соответственно, в первой и второй частях нашего сегодняшнего выпуска, нашей программы. Сейчас мы будем говорить об итогах финала пятого национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia 2017 года, этого года. С представителями сборной Якутии, которые вот все в разные даты, 20-го, кто-то 22-го сегодня, вернулись из Краснодара домой. Телефон нашего прямого эфира 42-38-97. Звоните. Здравствуйте. Всем представляться будем по ходу программы. Не будем тратить на это время. Будем титрами. Владислав Гаврилевич, давайте с вами начнем разговор. Вообще, что такое, давайте с ликбеза такого, да? WorldSkills, это что вообще такое? Ну, здравствуйте, уважаемые друзья. WorldSkills это международное движение, которое зародилось еще в 20-м веке, а в 2013 году у нас пришло в Россию. Это движение. Цель движения WorldSkills – популяризация рабочих профессий путем проведения чемпионатов профессионального мастерства. Якутия вступила в это движение одним из первых в 2013 году. Одним из первых в России? Одним из первых в России. С тех пор проведено 5 региональных чемпионатов. Полуфинал Дальневосточного федерального округа. В этом году провели отборочные соревнования по блоку компетенций сферы услуг. Планомерно развиваемся. И в этом году показателем нашего развития считаю, что то, что мы с финала, который был в Краснодаре, привезли 5 медалей. Два золота, два серебра и одну бронзу. И плюс еще одну медаль международного чемпионата Евразии. Ну вот, собственно говоря, фотография из Краснодара. Это вся наша сборная? Да. В этом году наша сборная была представлена 21 участникам. Это 21 компетенция. И 10 место в командном зачете, да? Что это как-то улучшает показатели прошлого года, позатрошлого года? Да. Ну, когда мы начинали, еще в 2013 году, мы занимали 19 место. В прошлом году мы занимали 12 место в рейтинге. И в этом году мы занимаем 10. Это лучший показатель по Дальневосточному округу. Ну, я так буду провокативно спрашивать, но 10 не из 10, вся страна принимала участие? Да, вся страна принимала участие. Там где-то порядка 83 регионы принимала участие. Да, по-моему, все 85 принимали. Ну, да, 85. Хорошо. Что дает это движение республики вообще? Ну, вообще, сейчас очень модное стало слово компетенция. Человек должен... Да, да, это все вот с вас началось. Да, человек должен обладать определенными компетенциями. Мы говорим, что есть стандарты, стандарты, мировые стандарты, каким должен быть рабочий человек, допустим. Ну, допустим, на примере сварщика. Есть ряд очень сильно развитых промышленных стран, где прекрасно знают, каким должен быть сварщик, какими компетенциями он должен обладать. И вот на основе этого представления формируется стандарт. Проводится чемпионат мира, где участвует Россия. И, к сожалению, пока занимает не первые места по сварке. А потом вот на основании вот этих конкурсных заданий, технических заданий уже проводится чемпионат России. И вот сверху все это спускается. И на основании этого мы должны уже готовить очень качественные рабочие кадры. А вообще можно ли тогда говорить о том, что победители, призеры чемпионатов, они не в рамках этого стандарта находятся, они за его пределами, они выше этого стандарта. Или они лучшие в этом стандарте? Они лучшие по этой компетенции. По этой компетенции. По этой компетенции. Можно так сказать. А WorldSkills, я скажу, WorldSkills это прекрасный инструмент для развития образования вообще. Это очень хороший инструмент. И он будет развивать образование. Понятно. Господа и дамы тренеры, давайте вот к вам теперь перейдем. Как организовано обучение вообще? Давайте я начну. Мы с промышленного техникума. У нас компетенция ювелирное дело. Ну, 4 года обучения у нас идет по ювелирному делу. И вот, допустим, Егор у нас уже на третьем курсе. И с первого курса он занимается именно по стандартам WorldSkills. Он участвует уже с 15-го года. И как по ступеньке он сначала занял третье место, второе место. И вот с 17-го года он на оригинальном чемпионате занял первое место. И, соответственно, попал в команду национального чемпионата. Ну, а так, это какое-то отдельное обучение профессии по стандарту? Ну, по стандарту сейчас вводится именно демонстрационный экзамен. Поэтому все студенты должны именно стараться соответствовать этим стандартам. Они должны уметь все именно по своей компетенции. У вас что за компетенция? Ресторан и сервис. Как у вас организовано это дело? Вообще, я являюсь просто тренером. У нас есть ряд преподавателей, которые занимаются с Даяной. Я больше по практической части. В эту компетенцию входит 4 профессии. Это официант, бармен, барист и сомелье. А вы всеми этими владеете, Даяна? Да. Она должна. Класс. Сомелье особо нравится. Я сам в прошлом участник. Когда я выпустился с моего колледжа, где учится Даяна торгово-экономический колледж, я изъявил желание тренировать ее, чтобы она заняла первое место в России. То есть, с начала года мы проводили отбор вместе с преподавателями нашими в колледже. Мы выбрали несколько студентов, которые соревновались в колледже. Мы их готовили. Лучшая была Даяна. Затем был региональный конкурс, это по республике. Мы готовили несколько ребят одновременно. Там же оказалась лучше Даяна. И потом был отборочный чемпионат по всей России. Приехала вся Россия в Якутск. И соревновались за право участвовать в финале, где Даяна была в топе. Снова лучший. Почти. Хорошо. Ну, давайте к героям. Что мешало, а что помогало вот там, в Краснодаре, в выполнению заданий? Волнение. Волнение мешало? Да, мешало. Вижу цель, помогал. Что еще можно сказать? Как там организовано все было? Организация общей площадки была отличной. Я в WorldSkills уже участвую на финале второй раз. В прошлом году я заняла предпоследнее место. Как ни печально это слышать. Ну да. Я впервые вижу такую качественную организованную площадку. То есть из всей России я выделяю именно этот чемпионат. Но мешало, конечно же, все-таки незнание города, акклиматизация, шесть часов разницы. И то, что мы не знали всю площадку досконально. То есть мы приехали, осмотрели быстренько площадку за три часа. И на следующий день с утра у нас уже был конкурс. Все равно непривычно находиться вне рамках своего дома. Ну, безусловно, абсолютно. Да. И дома, и стены помогают. Для вас самих, ребят, был этот результат, который вы показали каждой неожиданностью? Или ожидали вот такого? Ну, для меня это... Для вас я немножко знаю, что неожиданностью явился. Ну, да, для меня это было неожиданно, но я шла к этому два года. Я тренировалась два года. Ну, конечно, я очень рассчитывала на медаль, но не думала, что я получу золото. И в конце потом, когда объявляли медаль Евразии, усыщившее имя, это было полной неожиданностью. А вы, Егор? Я думал, что я займусь... В призерах? Да, да, в призерах. Где-то в тройке буду. Я не думал, что я второе место займу там. Я ждал. Егор, кто посмел вас вообще обогнать в ювелирном деле? Что это за человек? На самом деле, можно я скажу, да? На самом деле, по нашей компетенции первого места не было. А вот так? Да, два серебра было. И третьего места не было, поэтому... Так можно считать, что... Мы сами считаем, что мы были лучшими. Да, что лучше. Лучше всех были. Конкуренты у нас, конечно, тоже сильные были. Это московская команда, питерская команда и вот казанская. А все эти три сборные, что Москва, что Петербург, что Татарстан, они показали высокие командные. Это лидеры в этом движении. Это Москва. А они год от года вот так вот завоевывают вот эти вот... Они представлены в большинстве компетенций, очень много у них компетенций, соответственно, очень много медалей. И вообще WorldSkills, вообще вот наша сборная, это WorldSkills движение, но вот эти именно чемпионаты, финалы, они стали спортом как высших достижений. Как олимпийское движение, да. Мы готовим здесь преподавателей, вот они очень много сил, времени отдают, образовательные учреждения, готовя именно по индивидуальному маршруту каждого человека. Это подготовка чемпиона, это очень много сил занимает, затрат финансово. Вот, собственно, вы уже начали отвечать, наверное, на мой следующий вопрос, почему мы не выставляемся широко по всем компетенциям или по максимальному какому-то количеству. Да, ведь мы же не выставляемся по всем, насколько. Да, да. Ну, здесь вообще есть две пути. Мы можем выставиться по всем компетенциям, затратить очень много сил, времени, финансов нашей республики. Либо выбрать конкретные профессии и специальности, по которым республике выгодно. Не считаю то, что мы должны по всем компетенциям прям выставиться. Для нас важно, что какая потребность в республике есть в кадрах. Именно по какой компетенции для экономики нашего региона важно иметь высококвалифицированных кадров. Например, есть компетенции... А я согласен, кстати. Есть компетенции, очень большие промышленные, по которым у нас в республике не обучают. А смысла нет. Да, и смысла нет. Да, и смысла нет. Все рестораны наши дотягиваются хотя бы до этого уровня. И для этого и нужна моя компетенция, чтобы такие специалисты, как я, поднимали уровень сервиса в Якутске не только в ресторанах, но и в целом туризме и так далее. Так как я считаю, что наша республика Саха-Якутия очень перспективна в том смысле, что тут можно развивать туризм. Да, въездной. Да, то есть я несколько раз сталкивалась с тем, что иностранные гости приезжают и, грубо говоря, им просто не нравится еда в ресторане, как ее подают и так далее. Они не хотят больше к нам возвращаться. Но если мы этот уровень подтянем, то люди будут знать, что у нас хорошие рестораны, что их всегда встретят, вкусно накормят, и они захотят возвращаться обратно. Вы правы, абсолютно, потому что сервис в туризме, во всяком случае, ну это больше, наверное, даже чем 50% успеха. А если, хорошо, вы видели европейский, наверное, уровень сервиса, да? Да. Хотя бы в чем-то мы рядом, хотя бы в чем-то, я не спрашиваю, что, ну вот вы сказали уже на самом деле свои оценки, может быть, вы, Степан, скажете. Хотя бы где-то, рядышком, нет? В каких-то, может быть, отдельных вещах. Я скажу то, что были советские стандарты, и я считаю, что они были очень хорошими. Вот эти стандарты были более-менее приближены к европейским стандартам. Все мы знаем то, что Европа – это законодатель всего именно в индустрии сервиса и кухни и так далее. Но с тех пор, когда вот именно стала Россия, больше преобладает американский стиль. Это больше заработать, побыстрее заработать, побыстрее обслужить и отправить человека, и больше заработать. Поток. Да. И меня это очень сильно печалит. Но когда я начал участвовать, мы тренировались по советским учебникам, и в принципе они не сильно учились. Заведение заведению рознь. Наверное, где-то эта схема может быть где-то и оправдана, да? А где-то нет. Да. Ну, наверное, в большинстве заведений, мне кажется, что европейское ближе как-то, да, нам? Ну да, если брать азиатскую кухню, там уже другая, там своя культура и так далее. Да, конечно. Ну, даже если смотреть на работодателей, они принимают людей на работу, грубо говоря, с улицы, у которых нет образования. То есть я, чтобы работать хотя бы рядовым официантом, я сейчас учусь, я учусь три года, чтобы получить диплом и идти на работу с дипломом и работать официантом. И начинать с работы официантом. А я, да, я хотел вас спросить, ребята, а вот будущее ваше после медалей, побед, фанфар, оно вообще какое? Пойти работать или что? Или пойти обучать кого-то? Обучать, конечно. Так. Ну, поработать-то надо, да, для того, чтобы, как вы считаете? Параллельно работая, да? Параллельно работая? Потому что в последующем нужны будут другие участники, да, допустим, Егора позвали уже на тренировки к международному чемпионату, и он как бы уже не наш участник будет, и должен быть преемник уже, да? И он будет сам тренировать, да, есть преемник, и он будет тренировать, он сам как бы заявил желание, что он будет тренировать этого преемника. То есть играющий тренер? Да. А вы, Даян? Ну, я, наверное, скорее всего, пойду дальше учиться, получать высшее образование, и после, ну, вообще окончания учебы я пойду работать. Понятно. Вот про сервисы вообще вы сейчас поговорили, а что можно сказать о ювелирном деле? Мы впереди, здесь республика, ну, каких-то других регионов, там, субъектов Российской Федерации? Безусловно, потому что... У нас есть чему поучиться. Да, конечно. Якутские мастера очень известны именно и в России, и за рубежом, да, как вы все знаете. И, вот, допустим, команда московских участников, и эксперты сами об этом говорят, то, что мы сильнее, потому что в прошлом году у нас был чемпион, да, первое место занял. И нынче на нас смотрели, как на таких очень сильных конкурентов, и, ну, и ожидаемое как бы исполнилось, да? Мы все-таки лучшими были. Вопрос и к тренерам, и к вам, Владислав. Готова ли республика поставить на поток подготовку победителей чемпионатов? Ну, здесь, я скажу, у нас сегодня как раз в гостях ювелирное дело, ресторанный сервис, где у нас очень хорошие традиции. Вот Зайнулин Степан сейчас тренером работает, он 2014-го, уже года начиная в чемпионатном цикле, как участник был. В 2015-м году выиграл полуфинал здесь, участвовал в финале, и вот сейчас он уже как тренер готовит следующее поколение чемпионов. Ну, и по ювелирному делу в прошлом году у нас Иван Тимофеев выиграл золотую медаль, в этом году у нас тоже медаль есть. Так что все это, ну, преемственность есть. Ну, это показатель, да? Да, да, да. А для республики еще очень хотелось бы, чтобы наши ребята, вот как Даяна сейчас сказала, поднимали уровень вообще, ну, именно, если, к примеру, брать сферу услуг, поднимали уровень сферы услуг. Для этого мы хотели бы, чтобы они обладали не только компетенцией ресторанный сервис, но чуточку компетенцией предпринимательства, чтобы сами открывали лучшие заведения у нас в республике. И на этом показывали стандарты WorldSkills. Ну, это так, это замахнуться на белья монашего Шекспира называется. Да, так, по-балему, это нормально. А давайте отметим еще тех ребят, которые вот кроме вот вас и вас, да, завоевали призы, вошли в тройки, да. Это кто? Да, ну, по компетенции сварочной технологии, а сварочная технология одна из самых престижных вообще, ну, рабочих профессий, да. Там у нас есть медаль серебряная, это внуков Владислав, студент Мирненского регионально-технического колледжа. Тоже Мирненский регионально-технический колледж из года в год заявлялся всегда и постоянно он участвовал в этих компетенциях. Но и в этом году они добились того, что у них серебряная медаль. А другие промышленные регионы, наверное, удивились, что Якутия в этом году завоевала серебро по компетенции сварка, допустим. И у нас еще есть Григорьева Алина, она тоже студент промышленного техникума, и она завоевала бронзу по компетенции аграр-агранд. И наш победитель тоже, реверсивный инжиниринг Тихонов Андрей. У меня вот еще какой вопрос. Вот эти вот соревнования в Краснодаре, это же не только, вот буквально очень коротко, там была деловая программа какая-то, в чем она заключалась? Буквально два слова. Ну, в рамках вот этого чемпионата прошла деловая программа, где обучали преподавателей, директоров колледжей, представителей министерств разных регионов. Задача одна, чтобы прокачать массы, чтобы все знали, что такое WorldSkills, как должна вестись подготовка рабочих классов. Спасибо огромное. Ну, теперь благодаря нашей программе многие понимают, что такое WorldSkills. Реклама неизбежна. Вернемся и поговорим об одной из компетенций в медицине. Вообще многое объединяет, конечно, две вот эти вот темы – образование и медицину. Ну, прежде всего, финансирование. Безусловно, совершенно это стало уже общим местом. Не хочу повторяться, но, тем не менее, скажу, приведу некоторые цифры еще из опубликованной агентством РБК еще 9 декабря прошлого 16-го года в одном из исследований. В 17-м году писала тогда, в декабре 16-го года РБК, финансирование стационарной, например, медицинской помощи с учетом инфляции сократится в 2,5 раза по сравнению с 12-м годом. Ну, вот, например, вот такая вот цифра. Расходы федерального бюджета на дошкольное образование, образование теперь, сократятся в 17-м году на 47,7% по сравнению с 16-м годом. Я сейчас в своих рассуждениях зайду немножечко в сторону и скажу вот о чем. Чем дальше к ноябрю 2017-го года, тем больше уже внимания уделяется в СМИ столетию двух русских революций, февральской и октябрьской. И вот, что писал 100 лет назад философ Николай Бердяев. Цитата. Временное правительство держит власть не из чувства права и корысти, а из чувства обязанности и ответственности. Вот эти же самые чувства обязанности и ответственности присущи людям, которые работают и в образовании, и в медицине. Говорим сегодня о фтизиатрии, о таком медицинском направлении. Здравствуйте. Опять же будем представляться по ходу разговора, по ходу нашей программы. Собственно, титром внизу все будут обязательно указаны. Ну, скажем несколько слов о том, что же будет завтра. Завтра во вторник открываются отделения фтизиопедиатрические. Да, я правильно сказал? Я предлагаю тогда, пускай, Евдокия Федоровна, как главный специалист по детской фтизиатрии. Хорошо. Ну, мы с этого, мы не можем это обойти, и давайте с этого начнем, потому что это, в общем, новость на самом деле. Ну, по инициативе Министерства здравоохранения с завтрашнего дня мы открываем кабинеты фтизиопедиатров в детских поликлиниках. Мы планируем там прием детей от нуля до трех лет с положительными пробами МОНТУ и прием детей из групп риска по туберкулезу. В этих поликлиниках детских прием будет осуществляться один раз в неделю нашими специалистами, то есть мы приближаем медицинскую помощь населению. Ну, вот, собственно говоря, обозначили, анонсировали, чтобы наши пациенты не ездили, а бы куда, а по месту жительства в шаговой доступности. В своих же поликлиниках детских. Александр Федорович, давайте вот с чего начнем. Ну, что называется, от печки какова общая ситуация по этому направлению, скажем так, в республике? Ну, я бы сказал так, что, наверное, многие наши телезрители и слушатели, наверное, как-то вот слышат и читают, что где-то вот что-то произошло, где-то что-то случилось. И, наверное, у них складывается, может быть, и неправильные впечатления, или обманчивые впечатления из-за того, что случаи резонансные бывают действительно. А на самом деле ситуация у нас по туберкулезу, я бы сказал, достаточно благополучная по сравнению с территориями на Дальнем Востоке и Сибирском федеральном округе. Могу ли я немножечко тогда так сказать, что они редки, поэтому и резонансны? Этот факт нельзя отрицать. Дело в том, что если мы будем смотреть динамику снижения общей заболеваемости в России и в Якутии, то мы по этой динамике от России отстаем всего лишь на 1,7%. Это вот в динамике. Если же будем говорить абсолютными цифрами, чтобы понятно было, если мы в середине 2000-х годов у нас, к сожалению, заболевало порядка 800-850 человек, то вот в 2016 году это на порядок снизилось. Сейчас у нас наше население в абсолютных числах заболевает чуть больше 500 человек. Все равно это много для нашей республики, но тем не менее наши показатели на сегодняшний день, если мы будем ранжировать, самый лучший показатель это город Москва, если это первое место, то наша республика на сегодня занимает 42 место среди 85 субъектов Российской Федерации. Пополам где-то. Да, называется ранги, ранжирование. Понятно. Собственно говоря, это и есть тенденция. Можно ли, прогнозы неблагодарное дело, но если говорить о будущем, о 2018 годе, о следующем, можно ли рассчитывать на снижение вот этой вот кривой? Надеется, нужно всегда. Но чтобы их достичь, конечно, нужно нам решить ряд проблемных вопросов, ряд факторов, которые бы этому способствовали. Допустим, вот мы в 2014 году открыли городской противотуберкулезный диспансер, и с этого времени заболеваемость в городе Якутске стала в динамике, снижение заболеваемости стало опережать снижение заболеваемости у нас в районах. То есть нужно какие-то искать решения каких-то трудных задач. Тогда только будем надеяться на то, что заболеваемость у нас будет снижаться. А вот замечательно. Появляются ли какие-то новые технологии выявления туберкулеза, и в какие сроки можно устанавливать окончательные диагнозы? Я думаю, что вот Мария Константиновна у нас занимается мониторингом. Вот она владеет всеми возовскими методами. Пожалуйста, Мария Константиновна, пусть она скажет. Вначале я хочу сказать, что наш научно-практический центр, это старейшее медицинское научное учреждение. В этом году будет 67 лет, как был организован якутский филиал института туберкулеза. Мы являемся правоприемниками. Тогда филиал создавался с поддержки центрального НИИ туберкулеза Академии медицинских наук СССР. Приезжали специалисты и работали как раз и по подготовке первых научных кадров с нашей республики, которые в дальнейшем стояли тоже у истоков развития организации медико-лечебного факультета, который сейчас известен как медицинский институт. Мы, конечно, продолжаем все эти традиции. И вот, как Александр Федорович сказал, конечно, новые направления, стратегию ВОЗ поддерживаем. И вот большая школа была российских, отечественных, советских афтезиаторов их. И в-третьих, конечно, мы придерживаемся вот своих традиций, именно чему была посвящена работа вот наших предшественников и нас. Это изучение развития и течения туберкулезной инфекции именно вот в наших условиях, условиях Крайнего Севера. Да, и надо сказать, что в нашем центре работают 7 докторов и 15 кандидатов медицинских наук. И у нас не только специальности зеатрии, а у нас междисциплинарный подход. Там есть и лучевая диагностика, рентгенология, есть и иммунология, хирургия, общественное здравоохранение, пульмонология, педиатрия. И вот по всем этим направляем мы оказываем именно научное сопровождение и поддержку наших практических работ, мероприятий против туберкулеза. Новые технологии, новые слова на букву «Ф» в тезиатрии. В тезиатрии. Новые технологии, они как раз все прописаны вот новой стратегией Всемирной организации туберкулеза НТБ, значит, конец туберкулезу. И там именно вот диагностика появления микобактерий туберкулеза по молекулярно-генетическим методам. У нас эти методы внедрены при поддержке Министерства здравоохранения нашей республики. Проведена была модернизация. И сейчас вот есть методы, которые и в течение 90 минут могут, и в течение полутора суток могут выявить ДНК, микобактерии туберкулеза в материале. — Понятно. Что нужно знать всем нам, потенциальным пациентам, да, я могу так сказать? Ну, да мало ли, это же, собственно говоря, не угадаешь и не загадаешь. Для того, чтобы... Что нужно знать нам о профилактике этого заболевания? — Ну, о профилактике я могу сказать, потому что, в общем-то, у нас очень тесная нашего городского противотуберкулезного диспансерного отделения очень тесная связь с общей лечебной сетью города Якутска. Все у нас 10 птизиатрических участков прикреплены к поликлиникам. — Анна Михайловна, я прошу прощения, сейчас мы обязательно продолжим эту тему. У нас звонок просто зрителей есть. И, пожалуйста, представьтесь, вы в эфире, и ваш вопрос нашим гостям задавайте, пожалуйста. — Алло. — Это Марта, я расширал, а у меня зовут Александра. — Александр, очень приятно, ваш вопрос. — Ну, во-первых, я не понимаю, для чего создавать кабинеты для ребятишек с положительными реакциями. Это же возникает большой риск для здоровых детей. Каждая поликлиника не сможет изолировать такие кабинеты, как-то сделать в отдельных помещениях, чтобы там не было здоровых детей. — Вопрос понятен. Спасибо вам за вопрос, Евдокий Федорович. — Спасибо за вопрос. — Дело в том, что в этих кабинетах мы будем принимать детей, которые имеют только положительные пробы МАНТУ, и дети из групп риска. Группы риска — это дети с сахарным диабетом, дети, которые имеют неспецифические заболевания легких, которые тоже должны при прохождении диспансеризации по своей болезни, должны проходить фтизиатрический контроль. Больных туберкулезом детей, контактных детей мы там не собираемся принимать. Эти дети будут направляться в наше специализированное учреждение, в детский туберкулезный диспансер. Поэтому риска заражения детей ни в коем случае там не будет. — Понятно. — То есть там больных детей нет, у них есть только положительная реакция на туберкулез. Их надо выяснить, какое отношение имеет к вакцинам, ли поствакцинам, ли дувакцинам, ли. И там очень много моментов, которые нужно обсуждать рядом с местом жительства. А потом, когда возникнут, да? — Да, если будет подозрение на туберкулез, то эти дети будут направляться в наш диспансер. — Вот это мы наши читатели. — Да, и потом риск встретить, насколько я понимаю, риск встретить таких детей и пообщаться с ними на улице, он гораздо выше, чем в этом кабинете, на мой взгляд. — Правильно. — Да? — Да. — По-моему, ответ ясен, собственно говоря. Вернемся к нашим знаниям о профилактике. — Да, по профилактике. В общем-то, я как сказала уже, что наши врачи-эктизиатры курируют все поликлиники, все стационары наши, как говорится, и в целях профилактика, это значит, при заболеваниях хронических, заболеваниях легких, при язвенной болезни, при сахарном диабете, все, как говорится, все должны обязательно проходить флюорографическое обследование. — Группа риска? — Это группа риска. По-нашему 69-му приказу ДЭН, нашей Министерства Республики Сахай-Якутия. Вот. И длительно кашляющие люди, потливость у кого, слабость, утомляемость, похудание, как говорится. — И работа врача. — Да, все. Вот эти вот, в общем-то, признаки обязательно нужно обращаться к врачу, участковому терапевту. После дополнительного обследования, это значит, флюорографического обследования, общего анализа крови, общего анализа мокроты, и после этого врач-терапевт решает, отправлять к нам на консультацию или нет. — А вот такие вот вещи, например, а как часто нужно заходить в флюорографический кабинет? — Ежегодно. — Ежегодно. — Ежегодно. — Ну, это просто лишнее напоминание всем нашим зрителям. — По работе, которые должны проходить два раза. — Два раза в год. — Но они об этом знают, собственно говоря. — Об этом знают, да. Это вот кто работает в дошкольных образованиях, в учреждениях и так далее. Там это все у нас прописано, все они об этом знают, работники пищеблоков и так далее. — А вредных производств, может быть, тоже, да, каких-то? — Обязательно. — Да, понятно. — Там это все есть. — Понятно. А наша республиканская структура противотуберкулезной помощи, насколько она отличается от таких же структур в других субъектах Российской Федерации? — Этот вопрос у нас стоял буквально 10 лет назад, когда происходило изменение номенклатуры медицинских организаций и так далее. И приказ Министерства здравоохранения гласил о том, что афтезиатрическая служба должна быть только в субъекте Федерации, в головном или в единственном противотуберкулезной медицинской организации. Мы, скажем так, не послушались, учитывая наши особенности. Во-первых, очень большая территория, очень низкая плотность. Наш, скажем, постулат звучит о том, что медицинская помощь должна быть качественной и доступной. В связи с этим к нам приезжали дважды эксперты Всемирной организации здравоохранения. Мы им показали нашу структуру. Особенность ее в других территориях в том, что у нас в каждом административной территории, то есть в районном центре, у нас мы сохранили свою противотуберкулезную службу. Либо это, либо как поликлиника, либо поликлиника с койками, то есть диспансер с койками. Такой службы нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Там была создана система так называемых филиалов. Эти филиалы были сгруппированы таким образом, чтобы обслуживать несколько населенных пунктов, несколько даже районов. Это к нам никак не подходило. И мы эти вопросы решали и с Министерством здравоохранения нашей республики. Мы выходили на правительство. И теперь, когда мы бываем на очень высоких форумах, в том числе и российских, всегда говорят, вот посмотрите Якутию. Вот у них везде все есть, у них в каждом районе есть врач, и детский, и взрослый. А вот у вас, говорит, почему же вы так вот сделали? Поэтому в этом плане, конечно, у нас охват и доступность пока на сегодняшний день мы обеспечиваем. Здесь, ну, мне понятно, да, и республиканские отличия, собственно говоря, они продиктовали, вот, собственно говоря, то непослушание, скажем так, да, министерство. А у меня вот еще какой вопрос. Насколько мешают, насколько можно ослушать, насколько вы вольны вообще, на самом деле, вот, манкировать этими так называемыми стандартами и регламентами, которыми, ну, вся медицина завалена, на самом деле. Или они в чем-то помогают вам? Ну, в стандартах есть рациональное зерно. Есть рацион. Единый подход, единые видения, единые протоколы, и в этом случае немножко здесь ограничивается творчество врача. То есть он может назначить этот препарат, может пойти по этому препарату, по этой, скажем, режиме химиотерапии. Но в стандартах есть, еще раз говорю, рациональное зерно в том, что они все прописаны, и в этом случае здесь есть еще один важный момент – это экономическая составляющая. То есть мы должны на каждого пациента рассчитать, сколько ему нужно лекарств, сколько это времени протянется и так далее. Поэтому в стандартах, еще раз говорю, есть рациональное зерно. Давайте вернемся к научной работе, к научному отделу. Мария Константиновна, по каким направлениям вообще исследовательские работы ведутся? Вот как научное учреждение мы имеем свое право планировать и проводить научно-исследовательские работы. У нас есть свой локальный биотический комитет, все у нас это утверждается на ученом совете. И здесь мы немножко можем отойти от стандартов в сторону совершенствования методики и технологий. Это мы, конечно, дальше работа, если у нас развивается, мы, значит, новая технология, она защищается патентом Российской Федерации. И, значит, выходит методическое пособие, проходит через Министерство здравоохранения Республики и имеет право уже внедряться в наших противодубикулезных учреждениях и других медицинских организациях. Далее эти работы, если они имеют диссертабельность, да, они защищаются в федеральных НИИ и туберкулеза, и профильных НИИ. Поэтому в этом отношении мы можем разрабатывать свои технологии и по лечению, и по организации, и по профилактике. У нас работы, значит, ведутся прикладного характера, да, это, значит, на повышение эффективности лечения, это и терапевтические методы, и хирургические методы. Дальше, значит, у нас есть работы организационного, где разрабатываются вот современные алгоритмы внедрения новых технологий, работа с медико-социальными группами среди детей и подростков, работа в очагах туберкулезной инфекции, применение современных технологий дезинфекции. Также у нас есть, значит, прикладного, это прикладного характера, а есть фундаментальный. Конечно, здесь финансирование, но имеет у нас тоже некоторые свои проблемы, но с поддержкой Министерства здравоохранения, и, значит, раньше был комитет по инновационной политике науки, сейчас это Министерство образования и науки, и с поддержкой нашей Академии наук республики, нашей республики, мы, значит, выигрывали и проводили, и успешно завершали научно-исследовательские работы. И в прошлом году мы участвовали в научной экспедиции в составе Академии наук республики, и в этом году эту работу продолжаем тоже. А вот, допустим, конференция прошлогодняя в Москве в прошлом году «Инновационные технологии в афтезиатрии». Их много, этих инновационных технологий вообще? Ну, инновация – это, во-первых, внедрение все, что напугано. Да, скажу так, что вот по хирургической, скажем, специальности у нас внедряются и проводятся такие операции, которые на сегодняшний день не проводятся на Дальнем Востоке. Кроме этого, мы владеем всеми вот этими вот новыми технологиями, так называемыми эндоскепическими технологиями и так далее. Это все инновации. Что касается вот научных исследований, здесь тоже у нас есть свои инновации, ведь мы совсем не днем. Так, да, мы сейчас подойдем, Александр Федорович, потому что сейчас, ну, реклама неизбежна. Это просто вакцина от безденежья телеканала МВК. Смотрим рекламу. 42-38-97, телефон нашего прямого эфира. Мы продолжаем разговор по фтизиатрии. Арсен Федорович, давайте продолжим немножечко, да, вот эту вот мысль, прерванную на рекламе, инновационные технологии. По инновационным технологиям мы являемся пионерами в некоторых областях. Это вот по детской лучевой диагностике, где была защищена докторская диссертация, и по компьютерным технологиям лучевой диагностики. Один из моментов, это вот вышел у нас тест Тубинферон. Мы там тоже являемся пионерами, правда, совместно с федеральными НИИ. Очень интересные технологии вот мы внедрили, так называемый Диаскин-тест. Это тоже новый препарат, который более точно показывает инфицированность или заболеваемость детского или взрослого. Они выявляют, да, просто? Выявляют, да. Затем вот у нас в научных технологиях есть достаточно интересные моменты. Мария Константин, пожалуйста, вот про Северный форум и так далее. Да, вот. По научной работе мы также, значит, сотрудничаем в рамках Северного форума по изучению вот в сиркуполярном регионе генотипов микобактерий туберкулеза. Это с нашими зарубежными коллегами также и с, значит, с Канады, с Аляски и с России, значит, участвует Архангельская область и наша республика Саха-Якутия. Он проходит под проектом вот инфекционный контроль в рамках вот меняющегося климата Арктики. И здесь, значит, интерес представляет вот именно какие же генотипы микобактерий, они распространены в таких вот отдаленных регионах, где проживает, значит, ну, будем говорить об оригенной коренной населении. Коренное население, да. Да, да. И, значит, мы здесь сотрудничаем с Иркутским научным центром, и, значит, первые наши исследования, результаты, они показали, что есть различия. Если, значит, такие работы проводились в европейской части России, да, вот, ну, за Уралом такие работы единичны на Дальнем Востоке, пока нет таких работ, кроме нашей республики. И здесь выявлен такой тоже интересный генотип, который относится, скажем так, к аборигенному, значит, населению. К аборигенному населению, да. Сейчас про интересный генотип, сейчас продолжим. У нас снова звонок еще один. Будьте добры, представьтесь, вы в прямом эфире, и ваш вопрос нашим гостям. Добрый вечер, меня зовут Оксана. Я хотела бы задать вам несколько вопросов. Давайте. Первый мой вопрос. Какая сейчас ведется работа по пропаганде, профилактике заболеваемости туберкулезом, потому что, судя по тому, что везде кругом, ну, как бы, нет, как раньше, ни флайеров, ничего, это первый вопрос. Второй вопрос. Как общаться со слоями населения, которые не защищены? Ну, то есть, вот, малоимущие, многодетные семьи. И вот такой вопрос с гражданами, которые приехали к нам сюда в республику работать. И третий вопрос. Моему ребенку при рождении была поставлена прививка БЦЖ. И насколько мой ребенок защищен этой прививкой от заболевания, ну, от заболевания вот этого. Просто я так уже мама. Оксана, спасибо вам большое за эти вопросы. Давайте с последнего. С последнего. Вот совершенно конкретный БЦЖ. Ну, поскольку туберкулез относится к инфекционным заболеваниям, существуют законы о защите населения от туберкулезной инфекции, санитарные правила и федеральные и республиканские приказы. Существует календарь профилактических прививок. По данному календарю профилактических прививок детям при рождении, если ребенок здоровый, на 4-7 сутки после рождения вводится вакцина БЦЖ. Вакцина БЦЖ, она у нас применяется в нашей стране уже давным-давно, с прошлого века. И она, в общем-то, доказана практически и временем, что она защищает от туберкулеза детей, именно от тяжелого течения туберкулеза детей раннего возраста. Благодаря вакцинации БЦЖ в нашей стране смертность от туберкулеза именно детей раннего возраста, она крайне низкая. И снизилась также заболеваемость именно тяжелыми формами туберкулеза у детей до года, в возрасте до года. А нам с вами делали в нашем детстве? Нам всем делали, потому что это обязательная прививка, и она защищает от туберкулеза. Но прививка не может быть защитой от того, что если ребенок находится в контакте с родителями, больными туберкулезом, то, конечно, этот вот защитный механизм, он немножко снижается, поскольку ребенок инфицируется микобактериями туберкулеза при контакте от родителей. Действует прививка. Да. Поэтому очень опасно для детей именно контакт с бациллярными больными, то есть с заразной формой туберкулеза. А вакцина БЦЖ, действие ее постепенно снижается, и в 7 лет детей мы прививаем повторно. Это называется ревакцинация БЦЖ. В нашей стране это вот по закону прописано, и во всех приказах это есть. Поэтому мы прививаем в 7 лет еще повторно. По медико-социальной поддержке, Аня Михайловна, по продуктовым наборам и по медико-социальной поддержке, пожалуйста. По медико-социальной поддержке и вообще по профилактике туберкулеза. Но там два вопроса, можно в один объединить? Вот эти вот флайеры, профилактика туберкулеза, да, и мигранты, соответственно. Каждый год у нас проходится месячник, 24 марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом. И в этот месячник мы как раз устраиваем встречи с трудовыми коллективами, со студентами, со всеми предприятиями. В школе номер 9 постоянно проводится конференция. Но все все равно не охватишь, наверное. Но постоянно, и это у нас почти каждый год, то есть ежегодно проводится, как говорится, по всей республике. Плюс еще по, значит, по мигрантам, которые приезжают к нам, да, они все проходят флюорографическое обследование. Только после этого они получают свидетельство на временное проживание, на патент. Они все проходят обязательно флюорографическое обследование. Но вместе с тем, если они больны, мы им не вправе отказать. Они у нас проходят лечение до тех пор, пока не наступит, скажем, в закрытую форму. Из открытой в закрытую форму пока не превратится. То есть больной перестанет быть заразным. И после этого ставится вопрос о его дальнейшее пребывании в нашей республике. Подождите, а в чем мы не можем отказать им? Дело в том, что если сейчас вышли ряд нормативных документов о том, что мы им не вправе отказать от лечения. В том числе даже гражданам Украины, да. То есть мы всем им оказываем медицинскую помощь. После только этого, когда он станет незаразным, он имеет право либо покинуть нашу республику, либо долечиваться. Там есть определенный регламент. И дальше он будет, значит, либо остается у нас работать дальше, либо он уезжает. Насколько флюорография, как это сказать, вот она 100% показывает, да? Да. Или какие-то еще исследования нужны? Ну, скажем так, чтобы поставить туберкулез, нужно три больших кита. Если это, во-первых, клиническая картина, действительно, что он болен. Второе, если это касается заболеваний органов дыхания, это действительно лучевая диагностика. И самый главный метод – это подтверждение анализами, что у него есть микобактерии туберкулеза. Понятно. А там еще были малоимущие и многодетные органы. Да. Вот пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас в городе Якутске, в поддержке мэрии города Якутска, у нас существует программа «Здоровый город», где предусмотрены мероприятия по неотложным мерам борьбы с туберкулезом. И по этой программе наши малоимущие слои населения, которые больны туберкулезом, получают продуктовые наборы. Помимо этого, еще, значит, у нас оплачивается, значит, профилактическая дезинфекция в домашних очагах. То есть у нас в ГБУ на пецофтизиатрии открылся новый отдел в 2016 году и решена проблема по оказанию, значит, заключительной дезинфекции. Кроме этого, у нас есть медико-социальный кабинет, там, где работает юрист, медицинская сестра и специалист, которые занимаются паспортами, пенсиями, ихними оформлениями, возвратами, переоформлениями и так далее, и так далее. И наши пациенты по городу не ходят. Этим занимается отдел, который сопровождает социальную часть. Вот смотрите, уважаемые специалисты, на это на все, безусловно, требуется финансирование, требуются деньги. Привлекаются ли какие-то дополнительные источники, я не знаю, финансирование для проведения вот этих всех мероприятий? Да, конечно, достаточно много. Мы в прошлом году привлекли больше 230 миллионов рублей. Они в основном идут на лекарственные препараты, на медицинское оборудование и на реагенты по выявлению пациентов. Это в основном у нас республиканские целевые программы есть. У нас есть, привлекаются в рамках федеральных целевых программ, привлекаются также деньги с федеральных субсидий. И надо сказать о том, что эти деньги нас не ждут. Ну да. Да, это надо очень много работать, ездить, доказывать. И в этом плане мы действительно имеем дополнительные, я бы сказал, вливания. И эти все деньги очень строго контролируются, распределяются по районам. Кем контролируются эти финансы? Они же внебюджетные? Нет. Хоть и не бюджетные, они имеют контроль. Если это из федеральных источников, то контролируют федералы. Если это республиканский источник, это и Минфин, и Минэкономики, и Министерство здравоохранения. Ну и у нас, конечно, есть свой еще внутренний контроль. И каждый препарат идет целенаправленно к конкретному нашему пациенту. Большое вам спасибо всем за участие в нашей беседе. Дорогие телезрители, смотрите нас ровно через неделю. На этом наша программа сегодня завершена. Не болейте и будьте уверены в завтрашнем дне. Всего вам доброго. До свидания.